Обычно посторонний вход воспрещен, но депутатам Чебоксарского городского собрания сказали добро пожаловать. Сегодня они побывали в детском оздоровительном лагере «Березка». Мы, ребята, молодцы! Березовцы! Березовцы! У березовцев сегодня заключительная линейка. Их десятидневная смена заканчивается. Тут очень весело. Каждый день какие-нибудь мероприятия. Тут намного лучше, чем дома у себя. Можно на каждый день в природе, дышишь свежим воздухом, заводишь новых друзей. Как убедилась наша съемочная группа, из изменений в пионерской лагерной жизни только количество дней в смене. Развлечения остались прежними. Меня измазали недавно. Когда я спала, я просыпаюсь, лицо трогаю, а там у меня лицо все в пасте. Оздоровительный эффект также измеряется прибавленными сантиметрами роста и килограммами. Ширяю плюс 140 грамм и ревенка плюс 20 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Смена была короткая, поэтому они не сильно поправились. Буквально на полкило где-то вот так вот. Но нам и этого баллы засчитывается. Сила рук у них увеличилась. Ну, выросли по одному сантиметру, по полсантиметра. То, что со смены дети уедут на полкило тяжелее, неудивительно. Рационом питания депутаты городского собрания остались довольны. Состояние пищеблока тоже его обновили в прошлом году. Тогда же здесь появился бассейн. Так как жарко стало только пару дней назад, его наполнят к заезду следующей смены. Мы в первую очередь посмотрели депутатским корпусом материально-техническую базу. Потому что ежегодно из бюджета города Чебоксара, а это муниципальный лагерь Боревска, выделяется финансирование. Был сделан бассейн, регонструированы спальные корпуса, медицинский корпус, столовая. Поэтому, в принципе, остались довольны. С тем, в каком состоянии лагерь было буквально 5-7-10 лет назад, совершенно существенной разницы. Впрочем, выделяемых городским бюджетом денег на все сразу не хватает. Так, в лагере не функционирует несколько корпусов. Их построили в 60-х годах прошлого века, и сейчас их износ составляет 70%. Конечно, есть еще над чем работать, над условиями теми же самыми. Банально в некоторых корпусах нет туалетов, душевых. Все это происходит на улице. Хотелось бы создать более цивилизованные условия. Это, судя по всему, следующий этап в модернизации лагеря. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Республика.